привет народ эта игра ты рт версия 0.8.1 я продолжаю конструировать и сегодня мне захотелось полетать и вообще вспомнить как это делается потому что в этой игре полет он специфический и к нему нужно знаете не тоже специфический взгляд но нужно подстроиться под него потому что летают здесь устройство очень странно очень необычно и очень ограничено так скажем очень не хватает устройств управления в частности какие-то определенных разворотов и управление двигателями в частности отдельно двигателями винтовыми и отдельно двигателями реактивные здесь у меня устройство собрано из того и сего то есть здесь стоят и реактивные двигатели для быстрого взлета и для быстрых маневров и также конечно же винтовые стоят для постоянного движения потому что все-таки реактивные двигатели у нас кончаются и если Если бы в игре дали разделение управления между реактивными и винтовыми двигателями, то было бы вообще просто. Ну, то есть, к примеру, мы на винтовых двигателях летим далеко, а когда начинается бой, мы включаем реактивные двигатели, быстрые маневры, заходы на цель, уходы вверх и тому подобное. Это было бы интересно, это было бы, ну, как-то, скажем, оживило, что ли. Ну, не оживило, как сказать, добавило бы новых красок в игру, это было бы потрясающе, на мой взгляд, конечно. Что здесь у нас присутствует? Огромное количество батарей, ну, нет, не очень огромное, но все-таки центральная часть, вот этот центральный столбец, не знаю, корпус, это именно батареи. Также у нас стоят четыре корабельные пушки, да-да-да, это не слабенький самолетик, это хорошо вооруженный самолет. У нас стоит очень большое количество курсовых ракет. Это вот здесь, кстати, неправильно, немножко одна стоит. Так вот. У нас стоит, значит, здесь пять, здесь пять и здесь пять. Ну, получается, двадцать курсовых ракет. Это очень мощно. Это, а, еще сзади шесть, двадцать шесть курсовых ракет и четыре морских пушки, как они там называются, корабельные, вот, морские пушки, господи. Управление, в принципе, простое, взлетает и сбалансирован самолетик очень хорошо. Взлетать можно на реактивных, ну, или можно просто вперед нажимать, ну, и все, он уже взлетает. И у него постоянно нос, ну, то есть, переднюю часть кренит вверх. Ну, это сделано для того, чтобы, собственно, он взлетал очень хорошо. Подруливать немножко во время полета, я думаю, без проблем. Все, мы уже, в принципе, уже взлетели. Мы уже, в принципе, летим, да. И вот я уже вижу первую цель, и мы, наверное, на нее и зайдем, ребятки. Бэм! Пошли ракеты. Я думаю, все, у него там ничего не осталось уже. Сейчас зайдем на цель, посмотрим, что от него там осталось. Нет, он еще живой. Бэх! Попали. Вот сейчас у нас пока реактивные двигатели работают на полную катушку. Как видите, ну, батарей для топлива стоит. Нет, я вот здесь слишком маленький крен взял. Батареи для топлива стоит очень большое количество. То есть, вот видите, мы сколько, да, идем исключительно, исключительно на реактивные тяги идем. Сейчас попробую. Ох, вытягивай! Ладно, пришлось повредить одно крыло. Но вот, к сожалению, как бы я ни старался делать или защищать крылья, я постоянно их... Хотя вот у меня сейчас появилась мысль... Давайте приземлимся. У меня сейчас появилась мысль, как попытаться можно защитить крылья. Давайте попробуем сделать. Всегда идея рождается, ну, спонтанно, да, и не всегда можно придумать именно, когда строишь. Так, допустим, мы поставим что-нибудь вот такое. Как думаете? Это хотя бы частично защитит крылья? Мне кажется, это возможно. Да, давайте так, наверное, поставим. То есть, первый удар придется не на крылья же, если они будут таранить именно, ну, какое-то, да, какое-то дерево. Допустим, как вот сейчас я вот приземлился и просто протаранил дерево, так скажем. Да, вот это, мне кажется, сработает. То есть, первый удар, как минимум, придется на щиты, и, как бы, щит отвалится, а не крыло, да, и в какой-то ответственный момент я еще успею взлететь, если мне придется приземлиться. Вот, даже, видите, еще что-то отвалилось от меня. Вот, теперь фиг разберешь, что где отвалилось. Еще какая-то часть. Где это было? Непонятно. Ага, я нашел, где это отвалилось. Ну, и декоративные части, они исключительно для внешнего вида, ну, чтобы внешний вид был более-менее симпатичненький. Вот так вот, отлично. Не умею я, мне часто говорят, создать там какой-нибудь Boeing или реактивный самолет, ну, как бы, похожий на реальный. Ну, я, вот, вообще, сколько всегда строил в любых, в любых постройках, да, то у меня вот как раз с этим были всегда проблемы. Создать похожую какую-нибудь постройку на реальную, к примеру. С этим у меня всегда были проблемы, и довольно-таки тяжеловато это мне давалось. Здесь стоит большое количество стабилизаторов, но это, наверное, понятно, почему. Потому что, ну, стабилизировать такое довольно-таки тяжелое устройство, довольно-таки мощное устройство, очень сложно. В плане воздуха, да, то есть, если лететь прямо, к примеру, да, то есть, у нас единственная проблема у этого устройства, то есть, то, что у него нос задирается вверх. Вот видите, да, он начинает вверх набирать. Во всем остальном он спокойно держится в воздухе, то есть, спокойно приземляется и хорошо довольно-таки управляется. Стоят гусеницы, специально для того, чтобы... Ой-ой-ой-ой, спустился. Стоят гусеницы. Пошел, пошел, уходим, 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 уходим. Экстренный взлет, нет, повреждение, черт, крыла. Ничего, мы даже без этих крыш, ну, месть, месть. Я не смогу дотянуть. Черт, еще повреждение. Давай, 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 вытягивай. Ну, вот видите, в экстренных моментах, конечно, самолет сразу начинает немножко проигрывать, потому что он, ну, не создан для того, чтобы резко взлететь и резко уйти от цели или еще что-нибудь в этом роде. Ну, понятно, да? Все-таки это большой, во-первых, самолет, в первую очередь. И чтобы ему даже просто развернуться, да, ему нужно время. Все, вот теперь, наверное, ракета, все, месть состоялась. Ему нужно время, чтобы уйти от врага. Это понятно, наверное. Тут, безусловно, это понятно. Так, аккуратненько, аккуратненько приземляемся. Все. Да, у нас тут также можно встать на якорь, но... А, нет, еще могут заряжаться, хоть и ночь уже настала, но зарядка еще есть. Пускай подзаряжается, хотя батареи даже не побиты. У нас, в принципе, по нам не нанесено никакого урона, к счастью, в данный момент. Еще никто по нам не стрелял. Давайте восстановим наш самолет. И восстанавливаю я и не из-за того, что я не хочу заново просто призывать, а из-за того, что здесь столько батарей, что их будет сейчас заряжать, ну, прям, очень долгое время. Поэтому мне легче все-таки так сделать. И, как видите, мой план не сработал. То есть здесь защиты, ну, либо не хватило, либо... Ну, не знаю. Либо удар приходится такой мощный, что... Да, да. Хотя вот у меня сейчас еще есть мысли. Это нужно экспериментировать, понимаете? Это все... Все это опытным путем приходит. Допустим, может быть, вот такую вот защиту нужно построить. И, может быть, вот этого как раз-таки хватит. Так и, кстати, смотрится-то получше. Ну-ка еще раз. Ну, давай, ставь все, пожалуйста, нормально. Вот, по-моему, осталось, да? Во. Вот так и смотрится вроде бы неплохо. Кстати, да. Вот так, наверное, и остальное. Давайте его здесь в темненькую поставим. Хотя нет. Хотя нет, не очень смотрится. Все, окей. Я еще хочу сказать один момент про самолеты, ребят. Вот смотрите, чтобы сделать какой-то мощный самолет, чтобы у него было много вооружения, да? Чтобы, допустим, даже просто разместить курсовые ракеты, да? И сделать... Я, конечно, могу еще компактнее сделать самолет с таким же количеством ракет. Но им будет немножко сложнее управлять. Ну, ладно. В частности, вот такой вот самолет, и чтобы его применять на... Ну, так скажем, на практике, это довольно-таки сложно. Почему? Потому что в игре реализована система исчезновения целей, рандомных, по крайней мере, именно рандомных. При том, когда вы отходите довольно-таки на большое расстояние от нее. То есть, вот у нас есть радар, вот сейчас который... Миссии недоступны в этом режиме. Блин, обидно. Очень обидно, что миссии недоступны в этом режиме. Это было бы прикольно. Так вот, у нас есть радар, и... Допустим, вот одна вот эта вот полосочка последняя. Если мы, к примеру, заходим... Цель заходит за дальность нашего радара, и где-то вот примерно такую же еще полосочку, такое же расстояние не проходит. Вот где-то вот настолько, да, на радар смотрим, то цель исчезает. Просто она исчезает из игры. Да, то есть, вот если я, допустим, хочу... Если у нас какое-то большое устройство, и мы делаем заход к нему довольно-таки издалека, да, то есть разворачиваемся, ставим правильно самолет, то есть шанс того, что пока мы к нему летим, его уже не будет, понимаете? Поэтому делать такое большое какое-то устройство очень сложно. И единственное, я, который вот вариант нашел захождение на цель, это вот чисто мертвая петля, потому что по-другому просто в большинстве случаев мы... Тормози, тормози. В большинстве случаев в других моментах мы не можем даже... Как бы это сказать? Мы не можем к цели подойти, потому что она просто исчезнет. Вот в этом есть проблема небольшая. Вот смотрите, еще там оставалось... А, вот она, окей, не исчезла. Это хорошо. Это хорошо, но исчезнешь теперь. И... Раньше, когда-то в старых версиях, все устройства, которые появлялись на карте, они оставались. Из-за этого лагало сильно, но в этом был какой-то, знаете, интерес. Допустим, я вот помню, в каком-то летсплее я строил базу в пустыне и ездил по этой пустыне просто... Вот... Ооо, понял, понял проблемку. Еще одну. А-а-а! Вытягивай! Нет! Черт! Черт! Я понял еще одну проблему. У меня вот этот щит стоит слишком далеко, и я... Опять у меня что-то где-то отвалилось. Опять вот здесь, кстати, отвалилось. Вот этот щит, он не попадает под регенерацию. Это плохо. Это плохо. Но, в принципе, это нужно вовнутрь залезть и переставить всего лишь блок регенерации на один... На один блок вперед. Вот и все. То есть, какие-то большие самолеты использовать именно в таком просто... Вот даже найти врагов, так скажем, для того, чтобы подраться, ну, довольно-таки сложно. Но в компании, в принципе, можно, потому что там есть миссии, да, и вы просто берете миссию, и от миссии враги точно никуда не денутся, они всегда там будут находиться. В этом плане можно, конечно, спокойно выполнять задания, и это, конечно же, хорошо. Ракеты, видите, не успели навестись. Здесь я использую исключительно мощные ракеты, исключительно курсовые, да, потому что самолет большой, он... Вот, видите, у меня все, кончились винты... Кончилось, точнее, реактивное топливо. Но мы все равно летим, потому что у нас еще стоят... Ох ты ж, надо было уже тормозить. Все равно мы летим, потому что у нас стоят еще винтовые двигатели. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел рассказать об этом самолете, я рассказал. Обязательно придумайте название этому самолету, потому что, ну, так работает моя система. Возможно, я сам придумаю, кто знает, кто знает. Посмотрим. Ну, вот видите, вот здесь вот у меня, допустим, берем этот блок, на один вот так вот перемещаем, и все. Но зато теперь здесь только освещения нету. Ну, ладно, это не страшно. Вот так вот, и все готово. Освещение, кстати, можно вот сюда вот поставить. Да, точно. Давайте доделаем это. Поставим освещение, чтобы оно было. По крайней мере, это интересно. Да. А, вот тут еще нужно доделать некоторые части. Чисто декоративные, это просто добавляет интерес, так сказать, внешний вид добавляет самолет, когда есть какие-то декоративные части. Вот здесь всякие, знаете, типа трубы, да. То есть, ну, как-то я пытался вот это изображать, как будто топливо не просто подается по транспорту, а какими-то вот трубами, видите, тут в двигателе. То есть, ну, как-то пытался сделать, чтобы это было интересненько смотреть, наблюдать, ну, осматривать, так скажем, устройство. Устройство получилось очень хорошее, очень простое в управлении. Тут не нужно, знаете, пытаться что-то как-то думать или как-то, ну, как-то придумывать управление, что ли, да, привыкать к нему. Как, к примеру, вот я строил корабль в предыдущей серии. Там нужно, да, привыкать к разворотам корабля, к скорости корабля и тому подобное. Здесь же все очень просто. Нужно нажимать кнопочку полета. Единственное, знаете, что, если кто-то не знает, что когда мы летим и едем, двигатели управляются по-разному. То есть, когда мы едем, двигатели управляются на VS, да, вот, допустим, вот я сейчас жму ускорение. Ускорение работает только на реактивных двигателях, да. Винтовые двигатели не работают на земле от ускорения реактивных двигателей, от кнопки реактивных двигателей, так скажем. И то есть, когда мы, допустим, уже взлетели, чтобы запустить в воздухе, да, когда вот оторвались от земли, чтобы запустить винтовые двигатели, вам нужно как раз-таки нажать ускорение, чтобы винтовые двигатели заработали именно в воздухе. Таким образом это все и работает. Надеюсь, вам понравилось видео, если так, то поддержите лайком, если нет, то напишите почему хотя бы, чтобы я знал причину того, почему вам не понравилось это устройство и, может быть, понял и учел ошибки в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока.